Перефраз Исправите орфографические ошибки в тексте И будете определять значение фразеологизма Ребята, давайте начнем наш урок с загадок Сейчас мы проверим, насколько хорошо вы знаете особенности некоторых видов животных Заплелись густые травы, закудрявились луга Да и сам я весь кудрявый, даже завитком рога Конечно, это баран Всю жизнь ношу я два горба Имею два желудка Но каждый горб не горб, амбар Еды в них на семь суток Да, ребята, это верблюд Узнать его нам просто Узнать его легко Высокого он роста и видит далеко Конечно, ребята, это жираф Ребята, а какие из этих животных обитают в Казахстане? Конечно, такие животные, как баран и верблюд обитают в нашей стране А вот для жирафов, к сожалению, климат нашей страны неблагоприятен Жирафов можно встретить в саваннах Африки Ребята, а какие еще животные обитают в Казахстане? Ответ на этот вопрос мы найдем в следующем задании Перед вами облако Спешите в облако слов только те виды животных, которые обитают в нашей стране Будьте внимательны Готовы? Давайте проверим Ребята, к сожалению, пингвины, слоны и бегемоты в нашей стране не водятся Зато в Казахстане обитают такие животные, как сайгак, выхухоль, снежный барс, бурый медведь, горный баран и каракал Ребята, думаю, вам знакомы особенности этих видов животных Ведь этих животных можно назвать символами нашей страны Давайте выполним следующие задания и узнаем еще больше информации о данных видах животных Ребята, школьные корреспонденты подготовили для вас статью о каракале Но, к сожалению, допустили в ней орфографические ошибки Внимательно прочитайте текст и исправьте все допущенные ошибки Готовы? Давайте проверим работу Каракал или степная рысь Хищное млекопитающее семейство кошачьих Долгое время каракала относили к рысям, на которых он похож внешне Однако из-за ряда генетических особенностей его выделили в отдельный род Ребята, еще раз внимательно посмотрите на текст и проверьте, все ли ошибки вы исправили Молодцы! Переходим к следующему заданию Я предлагаю вам прочитать текст еще об одном животном в Казахстане О выхухоле Давайте внимательно прочитаем его и определим тип речи Повествование, описание или рассуждение Выхухоль маленький, длиной до 22 см и весом до половины килограмма насекомоядный зверек Длинный хвост покрыт чешуйками Тело покрыто плотным мехом Мех мягкий, шелковистый, очень прочный Почти не намокает, так как смазан жиром А это очень важно для зверька, ведь он плавает зимой Всю свою жизнь выхухоль проводит либо в воде, либо в норе Летом питается моллюсками, личинками насекомых А зимой мелкой рыбой В Казахстане живет только в пойме Урала Выхухоль занесена в Красную книгу Казахстана Ребята, а вы уже определили тип речи данного текста? Конечно, ребята, это описание Автор называет характерные признаки объекта В нашем случае выхухоли Ребята, а какие признаки характерны для таких типов речи, как повествование и рассуждение? Давайте повторим эту информацию Важной задачей типа речи описания является характеристика объекта Вопрос, который мы можем задать по такому тексту Каков объект? Для повествования важной задачей является рассказ о событиях Вопросы, которые можно задать по такому тексту Что делали или что происходило Для рассуждения характерно размышление о чем-то Или объяснение чего-то Вопросы, которые можно задать почему и зачем Ребята, запомните эти особенности, чтобы не допускать ошибок Ребята, на предыдущих уроках мы с вами знакомились со средствами художественной выразительности И узнали, что такое антитеза и олицетворение Сегодня мы узнаем еще об одном таком средстве О перефразе Перефраз — это замена какого-либо слова описательным словосочетанием Это словосочетание, описывающее предмет по какому-либо его свойству или признаку Давайте рассмотрим примеры Черное золото — так мы говорим про нефть Словосочетанием «зеленое богатство» иногда можно заменить слово «лес» Второй хлеб — так в народе принято говорить о картофеле Давайте попробуем применить полученную информацию на практике Перед вами перефразы, которые содержат некоторые особенности животных Установите соответствие между перефразами и словами, которым они соответствуют Получилось? Давайте проверим работу Самая крупная млекопитающая Европы — зубр Самая редкая дикая кошка на планете — это снежный барс Самый сильный и самый крупный удав — анаконда Самое зубастое животное, которое имеет 25 тысяч зубов — садовая улитка Самая маленькая млекопитающая — землеройка Самый маленький удав — песчаный удавчик Ребята, на примере такого простого упражнения мы рассмотрели, что такое перефраз И узнали интересные особенности некоторых видов животных А теперь давайте попробуем определить животных по их признакам и закончить словосочетание Справились? Проверяем работу Хитрый, как лиса Трусливый, как заяц Голодный, как волк Преданный, как собака Ребята, я думаю, вы все слышали или даже употребляли в своей речи данные словосочетания Мы произносим их тогда, когда кто-то из нашего окружения или, может быть, мы сами проявляем те же самые качества, что и данные виды животных А еще, ребята, животных очень часто упоминают во фразеологизмах Давайте убедимся в этом на примере следующего задания Определите значение фразеологизмов, а в случае возникновения трудностей пользуйтесь словами для справок Готовы? Давайте проверим работу Как рыба в воде, так говорят о человеке, который свободно чувствует себя в какой-либо ситуации С высоты птичьего полета, значит высоко Когда жирафа, долго Черепашим шагом, значит медленно Молодцы, ребята Предлагаю вам подвести итог нашего урока с помощью синквейна В первой строке записываем само понятие В нашем случае это животные Казахстана Во второй строчке запишите два прилагательных, описывающих животных Казахстана В третьей строке три глагола В четвертой фразу, состоящую из четырех слов Она тоже должна быть связана с понятием первой строки В пятой строчке сделайте вывод об общении Желательно, чтобы это был синоним к первой строчке Я уверена, вы справитесь с этим заданием Готовы? Давайте рассмотрим возможный вариант ответа Животные Казахстана Удивительные, редкие Обитают в Казахстане Восхищают своей красотой Охраняются государством Животный мир Казахстана разнообразен Это наша фауна Молодцы, ребята Сегодня на уроке вы повторили типы текстов Узнали, что такое перефраз Составили предложение с перефразом Исправили орфографические ошибки в тексте И определили значение фразеологизмов На этом наш урок подошел к концу Я уверена, что вы без ошибок справились Со всеми предложенными заданиями До свидания, ребята До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин